МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершается первая половина 20 века. Позади тяжелейшая война, из которой ценой огромных потерь наша страна вышла победителем. Но горестные воспоминания и скорбь по миллионам погибших отступают перед верой в светлое и справедливое коммунистическое завтра. Еще немного, и оно наступит. Должно наступить. А для этого надо работать, восстанавливать экономику, укреплять мощь советской армии. Начнем эту серию с посещения двух выставочных экспозиций. Место – Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Время – лето 45-го года. Вдоль набережной Москвы реки размещены немецкие трофеи. Среди них есть и военные автомобили. Те, что стремительным марш-броском собирались достичь Урала и Каспия. Но огромный инженерный и промышленный потенциал Германии оказался бессильным перед мужеством наших солдат, среди которых были сотни тысяч военных водителей. А это уже другая выставка. Ее организовали летом того же 45-го года на территории научного автотракторного института. В шеренгу выстроились перспективные образцы автомобилей, готовые к освоению советской промышленностью. Подчеркнем, все они были созданы в период Великой Отечественной войны. Инженеры и конструкторы, получавшие по продуктовым карточкам 400 граммов хлеба в день, находили время и силы проектировать машины будущего. Благодаря их труду в конце 40-х номенклатура автомобилей в погонах существенно обновилась. Совершим небольшой экскурс по автозаводам Советского Союза. Начнем со столичной продукции. Завод имени Сталина после окончания войны еще пару лет выпускал фронтовые ЗИС-5В. Надо было использовать накопившийся задел комплектующих и подготовиться к смене модельного ряда. Но вполне органичные на поле брани в мирное время эти угловатые аскеты выглядели уж слишком простовато. В 1948 году им на смену пришло второе поколение Захаров. Так сказать, Захар Захарович. ЗИС-150 сразу же встал в армейский строй. Бортовые грузовики в основном перевозили личный состав. Например, призывников новобранцев, в числе которых был кинолюбимец советской молодежи Максим Перепилиц. Переход на новую модель был сопряжен с многими трудностями. Но в отличие от заводов Форда, где в таких случаях останавливали производство, на Зиле главный конвейер продолжал работать без перебоев. Изготовление новой четырехтонки развернулось не только на московском заводе, но и в грузинском городе Кутаиси. Был практически готов к запуску еще один дублер ЗИСа Днепропетровский автозавод. На нем планировался выпуск собственной, существенно измененной версии 150-го под именем «Украинец». Но в последний момент Госплан СССР переориентировал предприятие на выпуск стратегических ракет. Массовое производство ЗИСовских грузовиков под маркой «Дзефань» организовали в КНР. Дружественная на тот момент Народно-освободительная армия Китая за несколько лет полностью обновила свой автопарк. ЗИС-150 оснащался эффективными пневматическими тормозами и новым 90-сильным двигателем. Мотор мог выдавать до сотни лошадиных сил, но этот табун оказался слишком резвым для трансмиссии и ходовой части. На шасси ЗИС-150 устанавливали гвардейские минометы. Впрочем, вскоре от этого варианта отказались. Нагрузка при ракетном залпе была слишком высокой для двухосного грузовика. К тому же в это время на московском заводе наладили выпуск трехосного полноприводного внедорожника ЗИС-151. Был ли он похож на ленд-лизовский Студебеккер? Конечно, аналогичные габариты, схожие пропорции. Любителям позлословить подскажем. Конструкция кабины ЗИСа почти в точности повторяет американский Интернешнл. А теперь о главном. Все агрегаты нашего грузовика были оригинальными, не копировавшими зарубежные. Полноприводный грузовой автомобиль ЗИС-151. Года выпуска 1948-1958. Грузоподъемность 4500 килограммов. Мощность двигателя 95 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 километров в час. Количество экземпляров 194 559. У ЗИС-151 было главное достоинство. Три оси и полный прибыль. За это ему многое прощалось. А поводы для обид были обоснованы. Недостаточная тяга вооруженности, избыточный вес, неудобная эргономика кабины, отсутствие усилителя руля. Забегая вперед, скажем, что эти и другие досадные огрехи удалось исправить на последующей модели московского армейского груза. Продолжим экскурсию по советским автозаводам. В МИАСе набирает обороты дочернее предприятие завода имени Сталина – «Урал-ЗИС». Здесь звезд с неба не хватает. Продолжают производство ЗИС-5, постепенно их совершенствуя и до неузнаваемости изменяя облик. Бюджетные грузовики еще долго будут иметь спрос в Сибири, Казахстане, Средней Азии. Об одном из вариантов МИАСской машины стоит рассказать подробнее. «Урал-ЗИС-352», работающий на березовых чурках. Этому направлению уделялось повышенное внимание еще до войны. Вот кадры экспериментальной М1, разработанной и построенной инженерами НАТИ. В багажнике – бункер для дров и газогенератор. На переднем крыле – топливная аппаратура. А это – длительный испытательный пробег дровяных автомобилей, подтвердивший перспективность перехода на лесное топливо. До начала 40-х годов было выпущено несколько десятков тысяч газогенераторных машин «ЗИС» и «ГАЗ». Послевоенный дефицит горючего вынудил вернуться к этой теме. Конечно, твердотопливные грузовики, питаясь подножным кормом, проигрывали в мощности бензиновым машинам. Да и подкидывать дровишки в печку приходилось по нескольку раз за смену. Но «Урал-ЗИС-352» оказался удачным и очень живучим грузовиком. Еще в конце 70-х годов его можно было встретить на сибирских и алтайских трактах. А вдоль лесных дорог и поныне попадаются таежные автозаправки, штабеля бревнышек, наколотых в размер топки. Первое послевоенное десятилетие Мяски автозавод к армейской теме отношения практически не имел. Повторный призыв «Урал-ЗИСа» на военную службу состоится в самом конце 50-х годов. Переместимся из-за Уралья в Верховье Волги. В 1947 году Ярославский автозавод начинает производство двухосного грузовика «ЯАС-200». Он получает новый четырехцилиндровый дизельный двигатель, которого так не хватало армейским машинам. Горючим для дизеля служит солярка, гораздо более дешевая, чем бензин. Кроме того, теоретически, дизельный двигатель и экономичнее, и безопаснее, и долговечнее бензинового мотора. Внешность серийного «ЯАЗа» лаконична и даже грубовато. В нем практически не просматриваются черты прототипа довоенного американского дальнобойщика фирмы «Макка». Спрямлены все углы и поверхности, начисто убран декор. Но косолапый мишка на капоте ярославского тяжеловоза придает ему особую трогательность. К медведям, тем более сказочным, на Руси издавна относились по-доброму. Вслед за двухосником начинается выпуск трехосного грузовика «ЯАЗ-210» с шестицилиндровым 165-сильным дизелем. В этой машине было реализовано множество интересных идей. Тахометр на панели приборов и пятиступенчатая коробка передач, регулируемое сиденье водителя и прогрессивная трансмиссия задних мостов. Грузовик перевозил до 12 тонн полезного груза, но лишь по твердым дорожным покрытиям. Одновременно с бортовым грузовиком Ярославский автозавод изготавливает укороченный тягач. Его армейская специальность – буксировка тяжелых артиллерийских систем массой до 40 тонн. Для улучшения тягово-сцепных качеств в кузов грузовика загружалось 8 тонн балласта – чугунных брусков. Скорость транспортировки до 45 км в час. Цена вопроса – 140 литров горючего на 100 км пути. Полноценная военная машина с маркой «ЯАЗ» появилась лишь в 1956 году. Ей присвоили индекс 214. Закругленная решетка радиатора сменилась строгим прямоугольником. Грузовик стал гораздо выше. Увеличился клиренс и диаметр колес. Но главное – машина, получив передний ведущий мост и односкатные широкие колеса, стала настоящим вездеходом. Особенно впечатлял вариант с так называемыми «арочными шинами низкого давления». На них по грязи ехать было даже сподручнее, чем по сухому грунту. Полноприводный грузовой автомобиль «ЯАЗ-214». Года выпуска – 1956-1959. Грузоподъемность – 7000 кг. Мощность двигателя – 205 л.с. Максимальная скорость – 55 км в час. Количество экземпляров – 1265. На базе 214-го строились разнообразные военные машины. Пожалуй, наиболее интересный из них тактический ракетный комплекс «Коршун», впервые показанный на ноябрьском параде 1957-го года. В сетчатых контейнерах шесть ракет класса «Земля-Земля» с жидкостными двигателями и дальностью полета в полсотни километров. Масса снаряженной пусковой установки более 18 тонн. Стартовая позиция – практически любой вид пересеченной местности. Для ЯАС-214 дороги вообще не требовались. Но почему на радиаторе этого музейного экспоната написано «Крас»? Дело в том, что в конце 50-х годов Ярославль оставили лишь моторное производство, а выпуск грузовиков перенесли на другие площадки. Трехосных машин в Кременчук, двухосных в Минск. На «Мазах» в среднерусский «Мишка» трансформировался в «Полесского зубра». А «Кразу» в качестве эмблемы достался лишь алюминиевый шильдик, выкрашенный в цвета флага Украинской СССР – синий и красный. Про оборонную продукцию Кременчукского и Минского автозаводов мы расскажем чуть позже. Спустимся от Ярославля вниз по Волге километров на 350 – город Горький. Здесь в 1946 году начато производство грузовика ГАЗ-51 грузоподъемностью 2,5 тонны. Машина была вполне современной. 70-сильный двигатель, гидропривод тормозов, передние амортизаторы. Поначалу водительская кабина была полудеревянной, сказывался послевоенный дефицит стального проката. В народном хозяйстве этот грузовик пришелся очень кстати. И не только в СССР. Братская Польша развернула массовое производство этих машин под названием «Люблин-51». А вот в советской армии ГАЗ прослужил в строевых частях всего несколько лет. Затем был переведен на хозработы. Возил все, что прикажет. Например, солдатскую корреспонденцию и тиражи боевых листков. А еще обслуживал медсанчасти. Фургоны филиала ГАЗа Павловского автобусного завода стали на долгие годы самыми массовыми санитарками в СССР. Полноприводный ГАЗ-63, начиная с первого эскиза, разрабатывался в интересах военного заказчика. На опытный образец, собранный в 43-м году, установили переднее оперение и кабину от Лент-Лизовского Студебеккера. Привычный вид этот вездеход приобрел лишь в 48-м году. Унификация 63-й с уже освоенным ГАЗ-51 достигала 80%. Главное отличие – ведущий передний мост, раздаточная коробка и односкатные шины с протектором елочкой. Заметим, что оба моста имели одинаковую ширину. При движении по грязи и снегу двигатель не тратил силу на прокладывание дополнительной колеи задних колес. В отчете по гососпитаниям ГАЗ-63 указано, продемонстрировал рекордные показатели проходимости. Если уж в официальном документе не обошлось без превосходной степени, ясно, что характеристики машины были не впрямь выдающимися. Часть ГАЗ-63 оснащалась установленной на бампере мощной лебедкой. Выпускались варианты с экранированным электрооборудованием. Таково было требование времени. В армии все шире использовались электронные приборы, а искры от свечей зажигания двигателя нарушали их работу. На шасси 63-го монтировались штабные машины, походные радиостанции, тягачи и даже системы залпового огня. Компактные БМ-1417 поступали на вооружение десантных подразделений ВМФ. ГАЗ-63 служил и воевал на Ближнем Востоке, в Индокитае, в Африке. Естественно, что этой машиной вооружались армии стран Варшавского договора. Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ-63. Года выпуска 1948-1968. Грузоподъемность 2000 килограммов. Мощность двигателя 70 лошадиных сил. Максимальная скорость 65 километров в час. Количество экземпляров 474 тысячи 464. ГАЗ-63 принес его создателям Сталинскую премию, а ведущему конструктору Петру Музюкину еще и новые должности. Он назначается главным конструктором Ульяновского автозавода, где в 54-м году разворачивается выпуск нового внедорожника. Спроектировали этот автомобиль в Горьком. В качестве точки отсчета взяли серийный ГАЗ-67 и все переделали заново. Основные узлы и агрегаты применили от самых современных на тот момент автомобилей. ГАЗ-51, Победа, Зима. Если предыдущий вездеход был типичным продуктом военного времени, то нынешний отвечал требованиям мирного периода. Это было подчеркнуто в официальном названии автомобиля Труженик. Хотя тут присутствовала некая доля фарисейства. В техническом задании на ГАЗ-69 четко указывалось тягач батальонных орудий и минометов. Первые экземпляры машины немного отличались от серийных. Чуть иная линия капота, какое-то не такое лобовое стекло. Но в общем и целом облик Козлика не менялся многие годы. Почему Козлика? Да так уж прозвали в народе этот прыгучий вездеход. Жесткая подвеска и короткая колесная база заставляли машину резво реагировать на каждую кочку. На максимальной скорости это становилось уже не столько весело, сколько опасно. В остальном же Козлик был выше всяких похвал. Ни английский лендровер, ни американский Виллес не могли тягаться с нашим вездеходом на пересеченной местности. И по оснащенности Russian Jeep выглядел солидно. Имелся вентилятор салона и даже оттопитель. Спустя два года после запуска в серию производство Козликов перемещается из Горького в Ульяновск. Смена пропески отразилась на решетке радиатора. Отныне машины назовутся УАЗами, а чаще УАЗиками. Вездеход выпускался в двух версиях. Вот двухдверные с откидным задним бортом и деревянными лавками в кузове. На бампере устройство для буксировки 800-килограммового прицепа или пушки. Под левой рукой водителя фара-искатель. Этот вариант применялся как легкий тягач и средство доставки восьми солдат. Такие машины широко использовались и в гражданских силовых структурах. Как тут не вспомнить сибирского шерифа, деревенского детектива Анискина, лихо разгонявшего своим УАЗиком колхозниц на полевом станке. Ты куда ты? Здрава, папа, иди! Здрава, здрава! Четырехдверный пятиместный вариант звался командирским, а на гражданке председательским. Из дополнительных элементов комфорта заднее мягкое сидение. Брезентовый тент не снимался, а откидывался назад. Так что по формальному признаку УАЗ-69А величался кабриолетом. Стоил козлик прилично 14 тысяч дореформенных рублей. Для сравнения, в 58-м году за гораздо более комфортабельный москвич 407 надо было отдать всего-то на 2 тысячи больше. Но купить УАЗик было невозможно. Вся продукция шла по госзаказу. На парадах козлики выглядели франтом. Белые решетки радиатора, красочные эмблемы на дверцах. В повседневной армейской жизни для гламура места не было. Зато служебных обязанностей непочатый край. военная автоинспекция химическая разведка фельдегерская связь. Козлики служили в военно-десантных подразделениях. на них монтировалась аппаратура проверки ракет. Они доставляли авиационные экипажи к воздушным судам. А вот пара редчайших экспонатов из коллекции музея артиллерии и инженерных войск. Первый советский противотанковый ракетный комплекс «Шмель». От УАЗика требовалось быстро и скрытно выдвинуться на перерез неприязерским танкам и выпустить по ним четыре управляемые ракеты. После чего столь же спешно ретироваться. Интересно, что оператор-наводчик сидел спиной вперед и наводил ракеты на цель через вот такой бинокль. От огненных струй стартующих ракет кабину защищала стальная накладка. А вот от вражеских пуль защита не предусматривалась. Еще один раритет 60-х годов. Командно-штабная машина Р-125 служила для обеспечения связью командиров сухопутных частей. имела на борту одну коротковолновую радиостанцию и две УКВ-диапазона. Все это электронно-ламповое хозяйство с трудом помещалось в кузове Козлика. Отдельный разговор про УАЗики с жестким верхом. Ставили его не для удобства пассажиров, а чтобы они не сбежали. Таким спецтранспортом комплектовали отделение милиции и военные гауптвахты. Водительская кабина отделялась от кузова стенкой с глазком, чтобы задержанные не дали дёру на светофоре, задняя зарешеченная дверь запиралась снаружи. Была попытка переформатировать вездеход в обычный заднеприводный автомобиль. Вариант под названием ГАЗ-19 так и не вышел из стадии испытаний. При поточном выпуске Козликов сложно было что-то менять в их конструкции. УАЗы экспортировались в 56 стран мира. Большая часть по линии Министерства обороны. Кроме того, сборка вездеходов была налажена в Румынии и КНДР. В заключении истории про Козлика мы вам покажем загадочный экспонат военно-исторического музея Южной Кореи. ГАЗ-69 с таинственной гравировкой на кнопке звукового сигнала. Что означают эти буквы и как они здесь появились, сотрудники музея объяснить не смогли. Автомобиль вездеход ГАЗ УАЗ 69 Года выпуска 1953 1972 Число мест 5 Мощность двигателя 55 лошадиных сил Максимальная скорость 90 км в час Количество экземпляров 634 285 Молодое КБ Ульяновского завода сразу же занялось проектированием нового автомобиля. В его основе лежали узлы серийного Козлика. Но компоновка была абсолютно иной. Первый в мире внедорожник вагонного типа появился на свет в 1955 году. Экстерьером бескапотного УАЗ 450 занимался дизайнер Владимир Арямов. Внешность опытных образцов была настолько нетривиальна, что заводские технологи попросили нарисовать что-то попроще. Если опытную машину сами конструкторы в шутку окрестили сорокой, то серийную раз и навсегда нарекли буханкой. Машина получилась исключительно удачной. Полный привод и раздаточная коробка давали возможность буханке преодолевать любые препятствия. В то же время по меркам середины прошлого века внутри УАЗа было достаточно комфортно, а скорость на шоссе достигала 100 км в час. Родоначальником семейства ульяновских вагончиков стала скорая помощь. Кроме водителя и двух санитаров в кузове располагалось шесть больных. Неотложек с проходимостью вездехода в то время не было ни в одной армии мира. Спустя полвека после начала производства внешность буханки изменилась незначительно. И хотя эстетические, эксплуатационные и эргономические требования за эти десятилетия ушли далеко вперед, армия отказываться от ульяновских микроавтобусов не спешит. Как говорится, дешево и сердито. В 80-х годах на УАЗе разработали новое поколение санитарных вездеходов. Но по ряду причин проект развития не получил. А вот правнуки 450-го и поныне поступают на снабжение российской армии. Что же касается прозвища Буханка, ну и что что-то обидно. Недаром в России говорят хлеб всему голова. Микроавтобус вездеход УАЗ 450. Года выпуска 1958-й 1965-й. Число мест 9. Мощность двигателя 62 лошадиных силы. Максимальная скорость 100 километров в час. Количество экземпляров 55 319. Оборонные заказы выполняли и сугубо гражданские автозаводы. Например, московский завод малолетражных автомобилей на базе 401-го москвича выпускал АПА аэродромный предпусковой агрегат. Он готовил к вылету боевые реактивные самолеты. В кузове москвичонка стоял генератор питающий на стоянке бортовые приборы и устройства. Павлове на Оке и Кургане делали не только популярные сельские автобусы, но и санитарный транспорт для эвакуации раненых в тыловые госпитали. Впрочем, и абсолютно здоровые военнослужащие советской армии многие годы пользовались услугами автобуса ПАС-651. Даже у нарядных городских ЗИС-155 имелись военные двойники, окрашенные в защитный цвет мобильный медпункт. Требования военных заказчиков к автомобилям в погонах необходимо было тщательно согласовывать с проектировщиками и производителями. Или на языке военных разрабатывать типажи перспективных изделий. С этой целью в 1947 году организуется научно-исследовательский испытательный институт номер 21, подчиненный главному автобронетанковому управлению советской армии. Одной из задач института стала адаптация военных автомобилей к реальным боевым условиям. Что делать, если на пути наступления войск отсутствуют дороги? Вариант ответа привезти эти дороги с собой. Подобные эксперименты проводились в середине 50-х годов и дали неплохие результаты. Там, где обычный грузовик садился на мосты, оснащенная рулонным трактом машина уверенно продвигалась вперед. Ну а как быть, если миновать распутницу невозможно? Сотрудники НИИ-21 предложили комплектовать транспортные машины активными полуприцепами. Суть в том, что их колеса связаны с двигателем тягача подключаемой трансмиссии. В критической обстановке водитель поворачивает рычаг и прицеп из непосильной обузы становится надежным помощником в борьбе с бездорожьем. В свое время было разработано и испытано целое семейство полуприцепов для газов, ЗИСов и МАЗов. Еще большие проблемы для военных автомобилистов создавали водные преграды. Посмотрите, как полвека назад предлагалось решать вопросы форсирования рек и озер. Водитель облачается в непромокаемый химзащитный костюм. На капоте автомобиля устанавливается воздухозаборник, шнорхель. Единственное ограничение глубина реки не должна превышать уровня головы шофера. Вариант номер два. Автомобиль подъезжает к берегу. Из кузова машина достается прорезиненный баллон, крепится к переднему бамперу и при помощи двигателя накачивается воздухом. На карданный вал надевается грибной винт. Все, поплыли. Главное, чтобы кормчий умело владел рулевым веслом, а импровизированное судно не дало течь. Эти и подобные проекты так и не вышли за рамки опытно-конструкторских разработок. На действительную службу в советскую армию направлялись более серьезные плавсредства. ГАЗ-46, он же малый автомобиль водоплавающий МАФ. Прообразом машины послужил американский GPI, поставлявшийся в СССР по лендизу. Проект разрабатывался в НАМИ. Изначальное имя институту вернули в 46-м году. Амфибия базировалась на агрегатах фронтового вездехода ГАЗ-67. Но к моменту завершения проектирования этот заслуженный автомобиль-солдат был отправлен на дембель. Так что документацию, переданную в Горький, переделали под новенький ГАЗ-69. По суше МАФ разгонялся до 90 километров. По воде плыл со скоростью 4 узла, то есть 8 километров в час. На приборном щитке имелась особая красная лампочка, индикатор протечки воды в трюм. ГАЗ-46 эпизодически выпускали до 61-го года на заводе гусеничных тягачей. В Ульяновске, где крупными сериями строили базовый ГАЗ-69, для производства малого водоплавающего не нашлось ни площадей, ни оборудования. В 58-м году НАМИ вновь обращается к теме двухсредного автомобиля. Дело в том, что опыт эксплуатации ГАЗ-46 показал, водоходными параметрами амфибий надо заниматься профессионально. Герметичный корпус экспериментального изделия 055 был спроектирован по всем канонам корабельной науки. Максимальное обтекание, минимальное сопротивление. Но сорокасильный москвичевский двигатель разгонял амфибию всего до 12 км в час, что совершенно не устраивало разработчиков. Тогда двигатель заменили на вдвое более мощный от представительской Татры 603. Результат оказался обескураживающим. Прирост скорости на воде составил 10%. Пришлось автомобильным ученым обратиться за помощью к судостроителям, конкретно в конструкторское бюро Ростислава Алексеева, занимавшегося в те годы кораблями на подводных крыльях. Проведенные летом 59-го года испытания крылатой амфибии НАМИ-055В шокировали даже самих создателей машины. Четырехкратное увеличение скорости. С полной нагрузкой машина развивала на воде до 60 километров в час. А ведь это был не прогулочный катер, а полноприводный военный вездеход. Джеймс Бонд с его суперкарами нервно курит на берегу. Рассказывали, что когда к секретной амфибии приближались лодки любопытствующих отдыхающих, водитель чуть поддавал газа и уходил в точку. А как же иначе закрытый оборонный проект. В этой связи довольно неожиданно выглядят кадры советской кинокомедии «Крепкий орешек», снятой в 67 году, той, где играли Виталий Соломин и Надежду Румянцева. Герои фильма по нелепому стечению обстоятельств оказываются во вражеском тылу. Дерзкий побег становится возможным благодаря некоему остроносому транспортному средству. Ба, да это же секретное нами 055, только без крыльев. То, что на пересеченной местности скоростной вездеход мог легко оторваться от мотоцикла не вызывает сомнений. Но лихой прыжок с мостков в реку, извините, уверены, что подобные возможности амфибии в техническом задании заявлены не были. К сожалению, этот уникальный проект так и не вышел за рамки эксперимента. Гораздо более крупный, а главное востребованный земноводный транспортер разработал Виталий Грачев. После войны он назначается главным конструктором Днепропетровского автозавода, построенного под выпуск ЗИС-150. Одновременно с глубоким фейслифтингом московской четырехтонки Виталий Андреевич продолжает заниматься вездеходной тематикой. Взяв за основу ЗИС-151, Грачев создает сухопутное судно с ходовыми огнями, якорем, магнитным компасом и аварийной помпой для откачки воды. Особенно именовалось на корабельный лад рубкой. Мореходные качества большого автомобиля водоплавающего БАФ позволяли пересекать водные просторы при волнении до трех баллов. Машина хорошо управлялась на плаву, а выход на берег не представлял проблем даже зимой. При внешнем сходстве с американским GMC ДАК БАФ имел ряд преимуществ. Прежде всего большую грузоподъемность. На палубе свободно размещалось 152-мм гаубица с боекомплектом или 28 десантников. Подъем на борт массивных грузов облегчали аппарели и лебедка. В отличие от базового ЗИС-151 на амфибию установили односкатные задние колеса, что значительно повышало ее проходимость. Но главным новшеством была система централизованного изменения давления в шинах. Виталий Играчев первым в нашей стране оценил достоинство такого технического решения и воплотил его в серийной модели. На твердом покрытии воздух в шинах подкачивался, а на рыхлом стравливался. Это позволяло существенно уменьшать нагрузку на почву и делать машину поистине всепролазной. Автомобиль амфибия БАФ. Года выпуска 1951-1961. Грузоподъемность 2500 кг. Мощность двигателя 110 л.с. Максимальная скорость на суше 60 км.ч. На воде 10 км.ч. Количество экземпляров 2086. В конце 40-х годов дальнейшее развитие получило тема боевых колесных машин. В прошлых сериях мы рассказывали о броневиках симбиозе автомобиля и танка. Лебединой песней этого направления стал БА-64 быстроходный и зубастый легкий боевой внедорожник прошедший путь от Воронежа до Рейхстага. А вот средние бронемашины созданные на базе горьковских грузовиков испытания большой войной не выдержали. Прежде всего из-за недостаточной проходимости и слабого вооружения. Значит пришло время боевым автомобилям сменить профессию. Мобильные латы для пехоты так выглядела новая миссия бронированного автомобиля. Если не можешь на равных сражаться с танками то обеспечь сохранность идущих в атаку бойцов. Изучив опыт и союзников и противников советская автоиндустрия уже в 50-м году начала производство двух моделей бронетранспортеров БТР-152 и БТР-40. Первый на базе ЗИС-151 второй ГАЗ-63 Конструктивно оба изделия были очень похожи. Несущий бронекорпус на который крепились все агрегаты позволил отказаться от рамы. Это дало возможность уменьшить габариты и массу боевых машин. БТР-40 перевозил восьмерых солдат которые могли десантироваться через заднюю распашную дверь. БТР-152 был вдвое более вместительным. Он брал на борт до двух пехотных отделений. Сходным было и вооружение пулемет винтовочного калибра. Его можно было переставлять с борта на борт. Имелись и противовоздушные версии БТР с крупнокалиберными спарками. После венгерских событий 1956 года оба бронетранспортера получили стальные крыши десантного отделения. В условиях городских боев экипажи оказались беззащитными перед обстрелом с верхних этажей зданий. С 1955 года БТР 152 стал оснащаться системой регулирования давления в шинах. Подчеркнем впервые в мире. Заслуга в этом принадлежит Виталию Грачеву, возглавившему созданное в Москве специальное конструкторское бюро. Вот кадры сравнительных испытаний двух вариантов БТР с подкачкой и без нее. Комментарии излишне. Приспущенные широкопрофильные баллоны давали бронетранспортеру феноменальные возможности. Поначалу сжатый воздух подводился к шинам через внешние коллекторы, но наружные трубки задевали за различные препятствия и ломались. Тогда Грачев со товарищей внедрили внутреннюю систему подкачки. Практически без изменений она дошла до наших дней, повторившись в многочисленных моделях отечественных и зарубежных вездеходов. Бронетранспортер БТР 152 Года выпуска 1950-1962 Боевая масса 8600 кг Броня от 6 до 14 мм Оружие Пулемет Горюнова калибра 7,62 мм Либо спаренные зенитные пулеметы калибра 14,5 мм Количество экземпляров 12421 Осенью 1957 года бронетранспортеры обоих типов приняли участие в масштабных учениях Балтийского флота Стоит лишь мельком взглянуть на схему боевых действий чтобы понять Ирбинский пролив имитирует Ла-Манш а остров Саар-Имаа уменьшенная копия Британии Советский Союз вступил в эпоху великого военно-политического противостояния Оно потребует от нашей страны огромных материальных затрат Но во времена Холодной войны были созданы испытаны изготовлены массовыми сериями и успешно применены в боях десятки уникальных образцов автомобилей в погонах О них мы расскажем в следующих сериях нашего цикла может быть отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек мы ж не позабудем где мы жить не будем в фронтовых изъезженных дорогах путь-дорожка фронтовая не страшна нам бомбежка любая помирать нам рановато есть у нас еще дома дела бомбежка